МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А все остальные пятерщики. И ежегодно они зарабатывают призовые места по своим возрастным группам. Старается не пропускать марафон и семейная Чита Едгаровых из Ханты-Мансийска. Он мастер спорта по лыжным гонкам, она КМС. И для них, и для округа этот марафон седьмой. Однако в жизни этих любителей спорта это не единственная семерка. Хотим быть примером для своих внуков. У нас четверо детей, семеро внуков. Вот решили с супругой на семейном совете, что посвящаем своему младшему внуку, седьмому Глебу, которому вчера исполнилось... Три месяца. Три месяца, да. Такой большой. И а мы сами родом, наша большая малая родина, выходцам из республики Башкортостан, это первый субъект Российской Федерации. В этом году официально отмечат 100-летие республики Башкортостан на уровне России. И посвящаем этот забег, этот марафон именно 100-летию нашей малой родины. А вот некоторые лыжники не могут похвастаться участием во всех семи марафонах. Владимир Ярков из Табды приехал в Ханты-Мансейск лишь во второй раз, о чем, по его словам, немного жалеет. Как признался сам спортсмен, была возможность познакомиться с югорским марафоном раньше. Однако из-за болезни и неуверенности в своих силах, он отсрочил свое участие в одном из лучших, по его мнению, спортивно-массовых мероприятий России на целый год. В прошлом году у меня был первый этот марафон. И здесь именно атмосфера праздника очень понравилась. Проезжали какие-то марафоны еще, тоже рашен лопан. Но этот не сравнится ни с чем. Этот марафон, получаешь истинное удовольствие, участие великих спортсменов, лыжников. Поэтому просто большие впечатления, самый лучший марафон. Такое, на первый взгляд, громкое заявление подтверждает и то, что освещать югорский лыжный марафон, приехал представитель Международной Федерации Лыжных Марафонов. Гунар Злобель побывал до этого на семи гонках в различных странах. Китай, Австрия, Германия, Франция, Польша, Эстония и Финляндия. И ему есть с чем сравнивать. Здесь большое количество людей, не только лыжников, но и болельщиков. На других трассах не так много зрителей, как здесь. Все счастливы, люди улыбаются, погода отличная. По-моему, здесь очень хорошая атмосфера и для лыжников. Думаю, ценно приезжать сюда из раза в раз, ведь поддержка просто огромная. Я буду рекомендовать своим друзьям посетить югорский лыжный марафон. И хотя официальными победителями югорского лыжного марафона были признаны Евгений Дементьев и шведка Мария Грепнингс, нет даже сомнения в том, что каждый участник, вне зависимости от количества пройденных километров, выиграл. И, скорее всего, в следующем году вновь вернется в Ханты-Мансийск, чтобы опять победить. Субтитры создавал DimaTorzok